Медиа-уикенд 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 с площади Гагарина под крышу нового учебного корпуса сказался и на характере мероприятия. Из праздника и шоу оно превратилось в качественное деловое мероприятие, которое призвано в неформальной обстановке приобщить к миру мультимедиа как можно большее число молодежи, да и людей постарше. Все отлично, нет было в прошлом году, мне очень все нравится, мне нравится атмосфера, мне нравятся люди, мне нравится все организовано. Ребята, которые приходят сюда, это уже наши ребята, потому что они уже подсели, да, подсели на вот эту медийную составляющую, кто одел шлем, кто взял в руки камеру, кто поиграл, у них уже остается на подкорке, что это вот оно, да, поэтому мы очень надеемся, что это и профориентация, это наше будущее, Стив Джобс и другие прочие персонажи этого медийного большого интересного мира. Мы делали проект собственной передачи, сейчас делаем собственный журнал и в дальнейшем планируем развиваться в этом направлении. Все зоны медиа-вукенда 2015 расположились на трех этажах нового учебного корпуса номер 7 ДГТУ. И участники, и гости мероприятия смогли в полной мере увидеть, какие возможности открывает перед ними это оборудованное по последнему слову техники здание университета. Мне очень нравится, серьезно, очень красивое здание, я очень рад, что в нашем университете появилось такое место, где можно будет провести свои таланты. Это будет работать по тому направлению, которое сегодня мы создаем, которое мы сегодня поддерживаем. Это мультимедийное направление в Южном федеральном округе, в Ростове, Ростовской области и в Донском государственном техническом университете. Здесь студентам комфортно я вижу, что то, что мы создали, это правильно. Потенциал нашего университета, накопленный в сфере мультимедийных технологий, позволяет Министерству связи и массовых коммуникаций России включить ДГТУ в свои планы развития этой отрасли в стране. Теперь ДГТУ, наверное, является рекордсменом в Южном федеральном округе. И по тому большому залу, который у него есть для проведения конференций, я, кстати, не исключаю, что летом следующего года мы проведем на базе ДГТУ большое заседание Российско-Китайской комиссии по информационному сотрудничеству. ДГТУ является одним из лидеров по количеству площадок для стартапов и по количеству этих площадок. И сегодня у ДГТУ появилась также площадка для развития инноваций в медиа-сфере. На базе ДГТУ также вещает радио, работает вполне себе профессиональная телевизионная студия. И нам, как людям, отвечающим за развитие медиа-отрасли, очень приятно, что в Южном федеральном округе у нас есть такой опорный пункт, как ДГТУ. В рамках медиа-уикенда 2015 состоялись мастер-классы, которые фактически стали откровенным разговором по душам между студентами и людьми, достигшими успеха в жизни и в своей профессии. Наталья Агеева, Анастасия Романькова, Яков Кардо, ДГТУ-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин